Я хочу продолжить те темы, которые мы уже делаем несколько раз. Уже последнюю тему, которую я перенес о том серии проповедей, которые мы назвали «Грешить или не грешить?» «Быть или не быть?» Помните, да? «Грешить или не грешить?» Тема, которая очень сильно касается нашей жизни перед Богом. То, с чем мы смирились. Многие из нас поняли грех. Четко. Грех есть грех. Прогрешение перед Богом. Но подсознательно, под давлением общества и толерантности общества, мы разделили грех на две составные части. Есть грех, огромнейший, большой грех, с которым мы четко понимаем, с ним надо сражаться. И есть те прегрешения, с которыми мы согласились и живем с ними. Есть грех, который не просто мы смирились. Мы с ним не хотим расстаться. Мы с ним живем. И мы понимаем, что без этого греха мы не состоимся в этой жизни, в этом мире. Есть моменты, где мы говорили о том, что мы согласились с мирским пониманием жизни, что если кого-то не кинешь, не обманешь, значит, ты не живешь. Если ты не создаешь сплетни, не участвуешь в разборе жизни других людей, ты не жилец. Мы говорили о гневе. И мы говорили эти три недели о том, что, как верующие люди, мы не можем согласиться с таким образом жизни, как ложь, сплетни. Даже если Бог называет это грехом, часто верующие люди находят в себе причины и возразить Божьим стандартам. Люди находят причины сказать Богу, почему это невозможно, почему им нужно именно таким образом жить. И после всего они хотят, чтобы Бог им помогал в их жизни. Я понимаю, что мы сегодня продолжим следующую тему, которая не менее опасна и с которой мы сжились. Но перед тем, давайте почитаем Тигеллим, то есть Псалом 138. Исследуй меня, Боже, узнай сердце мое, испытай меня и узнай мысли мои, и посмотри, не на печальном ли я пути, веди меня по пути вечному. Это слова Давида. Давид говорит, посмотри на меня, посмотри на мое сердце, не на, русский язык говорит, не на опасном ли я пути, здесь говорит, не на печальном ли я пути. Путь, который приведет к печали, к разочарованию. Опасность можно избежать, а вот когда мы входим в печаль, мы даже иногда не замечаем, как это происходит. Сегодня я хочу говорить о грехе, который влияет на все общество, с которым мы не просто в толерантных отношениях, а мы его еще и рекламируем. Я буду говорить про это. Это слово про это. Часто любят говорить на киевском мессианском ретрите, будет тема про это. И все понимают, о чем это говорят. Но удивительно, вчера праздновали День всех влюбленных, да, или же послали свои валентинки всякие там, это Святого Валентина, День Святого Валентина. Я не знаю, насколько он святой был вчера, честно, но я реально был в городе, я смотрел, как люди с такими глазами на все, знаете, на весь рубль, с цветами, с подарками, совсем по улицам бегают, молодежь в обнимку. Даже то, что я ехал маму встречать вчера вечером на поезд, зачем я опоздал, смотрю, молодежь, то есть по полной программе празднуют День Святого Валентина. Я понял, что это вряд ли понятно слово День Святого Валентина, наверное, был день обольщения какого-то. Кого бы найти, с кем бы переспать, кому бы лапши на уши навешать, дать розы, цветы, подарки, главное, чтобы добиться своего. Извините за прямоту. Я не знаю, с каких пор в Бывшем Советском Союзе начали праздновать День Святого Валентина. Но я понимаю, там на Западе, когда там еще оно принято уже годами, это происходит. Да, вот мы же забыли. На Кипре и Тов празднуют День Первого Мая. А нас? Ну, вы меня извините, если я кому-то как бы сказал какие-то, может быть, неприятные слова, но на самом деле, вот День Всех Влюбленных, что это значит для нас? Что для нас значит этот праздник? Просто сказать в один раз в год, что я тебя люблю? Подарить особенный подарок? А потом как бы где-то пройтись под синевое небо или возле Черного моря, под ручку и так далее, как бы пойти на дискотеку, оторваться по полной программе. Что это значит? Я думаю, что именно этот вопрос сегодня тревожит многих людей. Когда мы говорим про это, мы часто говорим о проблеме секса. О понимании того, с чем мы живем каждый день, с тем, что извращено и просто представлено в другом совсем свете. И вы многие скажете, о, так этим же страдают мужики в основном. Ну, как бы это же их больная проблема. Я скажу так честно, хотя мужики, может быть, страдают этим, они сильно там как бы себе это фантазируют в своей голове, как это что сделать. Но я вам скажу честно, женщины очень быстро поддаются на этот крючок. Очень быстро. Если мужики даже, они и виновны в каких-то таких вещах, о том, что они страстные, они ищут похоти и так далее, то женщины не менее виноваты, поддаваясь этому, этой части. Про это означает сексуальная похоть. Я сегодня буду говорить о сексуальной похоти. То, с чем мы сталкиваемся каждый день, и с чем мы очень сильно приткнулись, с чем мы связали свою жизнь. Многие верующие прибегают к оправданию своей похоти. Сегодня я встречаю людей, которые оправдывают свою страсть, свою похоть, свою измену по различным причинам, особенно верующие. Верующие люди говорят, ну, так же живет все общество, мы с этим связаны. Мы научены таким образом. Да, действительно, мы живем здесь. Но если Бог сотворил даже нас такими, это не означает, что мы должны поддаваться всевозможному извращенному пониманию этого таинства между мужчиной и женщиной. Вы скажете, а что делать? Я же не женат, я же не замужем, я охотиться. Что делать с этим? Вы поймите, что многие люди вовлечены в этом мире, в это общество, где предлагается всевозможное удовлетворение своей страсти, своей похоти. Это проблема не мужчин, это проблема общества, это проблема человечества, нас с вами. Нельзя это все скидывать только на мужскую половину этого мира. Хотя статистика говорит нечто другое. 50% даже больше мужчин имеют проблему с порнографией и похоти в сексуальную сторону с точки зрения именно насладиться всеми теми чувствами, которые предоставляет сегодня мир. 50% это среди верующих людей было сделан такой небольшой опрос был. 50% и более процента мужчин, которые имеют проблему в данной сфере. Вы скажете, слушайте внимательно, каждая шестая женщина, то есть верующая женщина по вопросам занимается, увлекается порнографией и анонизмом, самодовлетворением. Я говорю сегодня о теме, которая людям может быть не нравится, но то, что нас поражает, то, с чем мы толерантны стали, с чем мы говорим, мы без этого жить не можем, потому что посмотри, какая она красивая, посмотри на прохожих, посмотри на эту моду, посмотри, что у нас сегодня в мире происходит. И самое большое посещение порносайтов происходит, самые даже, больше сказать, большие пользователи, самое большое количество пользователей порносайтов это среди подростков от 12 до 17 лет. Вы скажете, ну мы же так живем, это же время прогресса и всего остальное. Причиной такого всплеска является свободная и тайная возможность быть на уединении в интернете, в соцсетях, в доступности. И то, что нам раньше доставалось трудностью, да, вот если я спрошу сегодня большинство мужчин, которые здесь есть, да, как в советское время, кто из вас имел свободный доступ к порнографии? Никто не поднимет руки. Ее нужно было найти. Найти нужно было еще у особых субъектов этого распространения. Нужно было насильно искать, чтобы что-то было найти, правда? Сегодня это доступно везде, и я вам скажу, даже бесплатно. Это доступно многим. Пропаганда сексуальной похоти сегодня увидишь не только в кинематографе. И в ее можно увидеть, эту пропаганду и толерантность нашего общества в наших телевизионных передачах, всех фильмов, субоперах, этих фильмов, которые многосерийных, которые увлекают тебя, и как, не знаю, как рыбу на крючок. Мы видим эту свободу в рекламе буквально позавчера. Я просто ишел по улице, и мне молодой человек втыкает в меня пригласительную. Я хотел протянуть, то есть я люблю помогать молодым людям. Честно, я люблю помогать молодым людям, которые распространяют всевозможные рекламы. Ну, надо врать, потому что они стоят там часами для того, чтобы распространить. И как только я протянул руку, но я своим краем глаза увидел, что мне предоставляют. И я увижу, что там мне предлагается стрип-бар. Да, вот такой вот. Я сразу раз говорю, я это не трогаю. И это сегодня находится везде. Я помню даже большую рекламу здесь, на Дерибасовской, Дерибасовской и Решельевской. Была огромнейшая реклама домашних кинотеатров. Очень какая-то крутая компания. Вот эти динамики, это вот телевизор, так. И вот я понимаю, что они какие-то невзрачные, да. Но на что бросалось сразу твой взгляд, это прекрасная дева, которая стоит между этими колонками, чуть ли не голая. И это реклама твоего кинотеатра. Вот представляете, да, вот. Многие думают, вот сяду за этот телевизор и включу музыку, и эта дева прямо появится в твоем доме. Ну, вы меня просите, это то, с чем мы сталкиваемся сегодня в этом мире. Это связано с доступом в интернете, и это рекламируется. Социальные сети, в самом деле, я могу сказать напрямую, прямо скажу, это сети. Мы называем это социальные сети, но на самом деле, я вам скажу от моего понимания, это сеть. Сеть, который улавливает нас в нашем мышлении, в нашем понимании, в нашем мировоззрении, и оттягивает нас от самого Бога. Мы же в свое оправдание всегда можем говорить простые слова. Но так делают все. Так живет почти весь мир. Мы в этом, как бы, находимся. Что происходит? Какая проблема? Вы знаете, вот эта толерантность этого мира, она как пыль легла на наши плечи, и мы не замечаем за собой, что мы отдаляемся от Бога и живем жизнью этого мира. Если мы, верующие нам к этому вопросу, мы можем подходить прямо. Но если вы сегодня здесь находитесь, и вы не верующий человек, вы не христианин, вы можете спокойно вздохнуть. Это вас не касается. Вы не знаете Библии, вы не знаете Писание, вы не знаете, как относится к этому сам Бог, и что требует от тебя Библия. И, может быть, после моей проповеди тебе не захочется вообще становиться христианином, верующим, потому что стандарты Божии намного выше, чем стандарты этого мира и то, что предлагает нам мир. Но все же я хочу, чтобы ты послушал, и, может быть, ты тем, с чем ты борешься, страдаешь от этого, ты получишь свободу. И ты поймешь, что Бог хочет от тебя намного большего. Давайте посмотрим Писание. Верующие люди, если мы верующие в Мессию, давайте посмотрим, как сам Мессия относится к данному вопросу. Матфея 5 глава, 27 стих говорит, «Вы слышали то, что сказано древних? Не прелюбодействуй». Вы скажете, вы слышали? И мы слышали. Но я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем. Вы скажете, «Ааа, зачем вы это говорите?» Вы касается не только мужчин, касается и женщин тоже. Подводя итог именно Писания, Ишуа поднимает стандарт жизни и говорит, что «Я хочу, чтобы вы понимали, что именно похоть, то есть развивая похоть в своем сердце, я приравниваю это как к измене. К измене». Я хочу вам сделать такой простой момент. Бог обращается к Израилю, говорит, «Ты изменила меня с другими богами». То есть есть физическая измена, есть духовная. И если мы не прилипываемся к Богу, но прилипываемся к этому миру, мы изменяем Богу духовно, понимаем, что нас, Господь и Спаситель, отдаляется от нас. Мы флиртуем, мы заигрываем с этим миром. И дружба с миром – вражда против Бога. Я надеюсь, что вам не просто понравится эта тема, но я хочу, чтобы мы прониклись тем, что мы переживаем. Знаете, когда говорят, «Ой, Сема, посмотри, какая девушка с реально выраженной формой тела». И многие скажут, «Я же дал комплимент». Но когда мы даже это делаем, в нашем разуме уже существует некий переход от реальности к фантазии. И Мессия хочет поднять наш стандарт. Мы не можем согласиться с тем, что предлагает нам мир. И Яков говорит, 1 глава 14 стих, «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Похоть же зачав. То есть, похоть, которая появилась внутри. Нераскаянная похоть. Вы услышите внимательно. Не просто там, мы люди, мы имеем эти чувства. Мы переживаем, какая красивая, какой красивая, какие мышцы, какой живот и так далее. Может, все разное, какой вкус разный бывает. Но здесь Он говорит, что «Езычав», то есть нераскаянный похоть, нераскаянная, рождает грех. А сделанный грех, неисповеданный грех, рождает смерть. И вот услышите, не просто там какие-то моменты, неисповеданный грех, то есть неоткрытый, то, о чем ты не сожалеешь и не хочешь изменить, он приводит к смерти. А какой смерти здесь говорится, Господь имеет в виду? Яков, что Он имеет в виду, когда говорит о смерти? Конечно же, мы все скажем, это духовная смерть. Мы, конечно, умираем. В данной ситуации, говорит, духовной смерти, но дайте мне предоставить вам некоторые другие аспекты смерти. Например, когда мы так себя ведем, когда мы попадаем в этот раздел сексуального извращения, похоти, и где мы попадаем в эту сеть, что происходит? Как насчет смерти твоей невинности? Если я буду говорить вам это прямо сейчас, вы скажете, да, я почувствовал, что я потерял свою невинность. Как насчет твоей влюбленности? Ты перестаешь влюбляться в твою жену, в твоего мужа, ты перестаешь в них влюбляться. Ты потерял это, пришла смерть. Как насчет твоей романтики, твоей нежности, твоей любви? Приходит смерть этим чувствам, твоему доверию. Как насчет доверия твоего супруги, твоей супружницы? Как насчет этого? И к окончательным итогам, все это приводит к духовной смерти. Реально, оно приводит потом к духовной смерти, потому что ты ничего не чувствуешь. Ты не чувствуешь любви к мужу или к жене, ты не чувствуешь романтики, взаимоотношения, взаимности, страсти по друг другу, делать подарки, и тут тебе не доверяют, ты не доверяешь, это подозрение, и все. И в конце концов ты говоришь, а где Бог? Я ничего не чувствую. Духовности. И ты понимаешь, что эта проблема, этот грех удалил тебя от чувства отношения с Богом. Это похоже на рыбалку. Кто-нибудь ходил, нет, мужчины ходили, даже женщины ходили, на рыбалку или со спиннингом. Ты берешь эту наживку, эту подделку под рыбу, либо под червяк, под что-то другое, это не настоящее. Закидываешь и просто приманиваешь. Когда говорит, Яков говорит, это место Писания, здесь используется слово на греческой, деловоз, деловоз, или деловоз, греческое слово, которое обозначает сманивать, соблазнять, прельщать, увлекать, обольщать, завлекать, заимствовать. Но в классическом греческой литературе это слово используется, как ловить рыбу на приманку. На приманку. То, что неестественно. Другими словами, мы похотью прельщаемся, увлекаемся, и в один момент, в один момент, он берет так, и подсек. Мы попадаем на этот крючок похоти. Каким образом мы попадаем на этот крючок? Каким образом мы попадаем на крючок? Первое. Мы с вами попадаем на этот крючок, когда нам предоставили эту возможность увидеть, услышать, прочитать. Кто-то когда-то в вашей жизни предоставил вас, то есть открыл вас к этому греху. Мы открываемся через сексуальные сферы нашего, может быть, интернета, книг, историй. Когда мы были детьми, это реальность. Когда дети начинают играть, мы играем в доктора, или же мы играем в дочки-матери. Давайте будем реальны. Мы хотим же понять, в чем проблема у нас. И там говорят, ты покажи мне свое, я тебе свое. А, да. Ага. И знаете, что происходит? В этот момент кто-то украдет твою невинность. Я не имею в виду твой первый секс. В этот момент кто-то украдет твою невинность. То, что твое было навсегда, тебе говорят, покажи, а я тебе покажу свое. В этот момент происходит нечто. Ты был, тебя обокрали твоей вот невинностью, которая была от Бога. Я не говорю только сейчас о сексе, говорю о состоянии человека, который переживает. Знаете, я очень не люблю находиться в магазине, где продается женское белье. Ну, женатый человек, хожу с женой по этим самым магазинам, и я выгляжу весьма идиотично, когда я прихожу в женское отдел, где продается все женское белье. Если вы меня увидите, я очень странно себя веду. Я где-то так вот хожу, вот так вот, я пытаюсь в сторону встать, и когда мне жена говорит, а это что? Я такой, но я замечаю, знаете, что, я замечаю, как мамы приводят или ведут за собой за ручку пацанов, у которых там 10-12 лет, знаете, там, я понимаю, что мне не может она ставить там где-то далеко, а он как будто большой яблок в рот слюни текут и глаза бегают вот такие здоровенные, на все дизайны смотрят сразу и размеры, которые вокруг. Мы не замечаем, к чему мы открываем наших детей. Суть в чем, я не знаю, какой у вас был опыт первых вот этого разочарования или же открытия своего вот этого мира сексуального, но я могу поделиться с тем, с чем я пережил, что осталось глубоко, надолго и с чем я боролся очень-очень-очень долгое время. Это был 6-7 класс примерно, я не знаю, с пацанами где-то кто или как, я не знаю, кто-то принес знаменитую книгу, перепечатанную на листочках Алексея Толстого, называется, баня. И вы знаете, о чем я говорю, да? Нормально. В тот вечер я почувствовал, что что-то опустилось во мне и повредило моему сознанию то, что каким-то осадком негативным, противным, ужасным осталось на долгую жизнь. Это была трагедия моего вечера, когда кто-то украл мою невинность. Это не был мой секс и так далее. Это украли мою невинность. И на долгие-долгие годы я не мог от этого избавиться. Если сегодня я скажу об этом, скажу вам книгу Баня и многих, кто там в это был вовлечен, сегодня где-то вдалеке до сих пор промелькивают некоторые фразы, цитаты из этой книги. Мы реальны, правда, с вами? Мы хотим знать, в чем наша проблема. И проблема в том, что нам открыли эту дверь. Это открыли эту дверь. Знаете, когда на Украине появился интернет лет 12 назад, 15 лет назад, очень сложно. Мы подписались под интернет, разные компании были. В то время, знаете, интернет свой, сам интернет был сложный. И каждый раз, когда ты открываешь письма своих друзей или ты входишь в информационные сети, там представлялись тебе открой, тебе сюрприз. Дошло до такого времени, что я боялся нажать на кнопку. Потому что в те времена, старые времена, сейчас я чувствую себя безопасно, реально, сейчас я чувствую себя безопасно, но 15 лет назад, я раз 15 приносил свой компьютер, чтобы его почистили, потому что только нажимаешь на какую-то кнопочку и сразу тебе картинки сливаются в твой ящик. И это нужно было пережить. Сегодня я свободен от таких вещей, но в то время это было не просто проблема, это было искушением, это было проблематично пользоваться интернетом, но на сегодняшний день есть проблема, которая намного глубже. И сперва нас открывает к этому виду деятельности, потом наносит рану. Рану, как будто тебя вскрыли и не зашили. На самом деле мы открываемся этой проблеме, потому что у нас есть нужда внутри, мы созданы таким образом, но когда она вливается неправильным образом, она оставляет тебе пустоту, как будто тебя вскрыли на операционном столе и забыли зашить. Твой разум и мышление были чисты и невинны, потом чувство нечистоты, как будто тебя оголили. Оно остается в твоей жизни. Третье с чем мы боремся, как мы попадаем на этот крючок, это знаете, конфуз такой происходит в голове. Что я имею ввиду? то, что ты видишь и то, что ты переживаешь, и то, что ты чем пользуешься, оно приносит тебе чувство радости, такого всплеска эмоций и в то же время, сразу после этого времени, чувство вины и чувство безобразия. Оно влечет тебя, потому что ты хочешь получить то, что тебе Богом дано внутри, но как ты получаешь его, заставляет тебя чувствовать себя грязным, ничтожным, униженным. У людей конфуз получается в голове. И как Павел говорит, то, что хочу, делать не делаю, а то, что не хочу делать, я делаю. Кто избавит меня от этого тела, он задает вопрос этот, как мне избавиться от этого всего, что происходит во мне, я понимаю, что относительно греха, но на самом деле, оно превращает тебя в добычу, и ты чувствуешь себя жертвой после всего. Многие находят себе оправдание, многие находят оправдание. Мы так состворены Богом, мы одно другое делаем, ничего страшного. Я знаю людей, которые говорили о своей жизни, нашли в себе силы исповедать то, через что они проходят. И я вам скажу, это люди, которые раненые, у которых есть большая рана, им нужно лечение, им нужно исцеление. Многие люди приходят и говорят, как победить это все? У некоторых получается это сделать на месяц, на два, потом срываются. Некоторые Господь обличает очень сильно, и они делают обещание, говорить Богу, Боже, я больше этого не буду делать, больше делать. И у них получается держать себя в целомудренности долгое время. В какой-то момент приходят, и они открывают дверь. Знаете, как в песне вдруг внезапно скрипнула дверь, интернет переключился. есть моменты, когда мы должны понимать, что Бог хочет дать нам силу победить. Многие говорят, что я женился, потому что я чувствовал, что я не могу сдерживаться, и я думал, что если я женюсь, все проблемы, которыми у меня были, они уйдут. Но я понял, у меня нужно, у меня есть чересчур много страсти сексуальной, нужно проявлять ее к жене. Больше нужно, ну, если я больше буду это делать, то это меня изменит. Друзья, проблема не в твоей страсти, проблема в твоей ране, которую ты получил, и она не зажила. Она не скрыта. Она открыта. что же нам делать? Вопрос. Много задают вопросы. Что с этим делать? Вы нам сказали, а что с этим делать? Оправдать ли свои действия? Мы можем. Жить так, и предлагаю жить так, потому что мы, как верующие люди, понимаем, что с этим бороться сложно, победить невозможно. Ведь в то время, в дни апостолов, не было интернета, не было еще чего-то, им было легко. Помолились на горе, на Дух Свет, как сошел на них, то все уже лежали. Какой там интернет? Что с этим делать? Задам правильный вопрос. Разве Ишуа добровольно лег на крест, чтобы мы с этим постоянно боролись? Разве его смерть и воскресение были только сильны для апостола и церкви первого столетия? Разве слова, которые написаны в Исаии 53, что он взял на себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и чужим Богом, но он изъяснен был за грехи наши, мучив за беззаконие наше, наказание мира нашего было на нем и ранами его мы исцелились. Разве это было все зря? Разве это было зря? Как сняться и не попасться на крючок? Самый большой вопрос, который мы имеем, как нам избежать сегодня этой проблемы? Я дам вам два ответа, попробую дать вам ответа. Первое это беречь свою рану. Каждый из нас, мы прожили эту рану, но нужно ее сберечь, охранять ее. Многие знают, вы знаете, что я люблю мотоциклы. С детства я любил мотоциклы и чуть ли не с пеленок с ними постоянно возился. То меня в пять лет посадили на мотоцикл и уронили вместе с мотоциклом под мотоцикл. То я сам разобрал мотоцикл в 10 или 12 лет собрал его без очков, заваривал раму мотоцикла, нахватался зайчиков, ходил с такими глазами. Ну и то развалился, то подо мной без тормозов, что-то еще. Но я увлекался еще мотокроссом и однажды мы поехали с нашей командой в Киев на кольцевые гонки участвовать там на стадион, там есть мототрек «Чайка». Я не участвовал в заездах, но у меня был мотоцикл, который я испытывал как раз на этих поворотах. И в один момент я через щу перестарался и остался на асфальте. Весь бок был содран настолько сильно, что в течение потом еще нескольких недель с меня вытаскивали кусочки асфальта. То есть отпечаток был прямо видным там. И доктор сказал, слушай, жить будешь, нормально все, но надо эту рану немножко поберечь. Нужно поберечь. Не надо, чтобы вода текла, не нужно открывать ее, нужно немножко поберечь. потому что если будет заражение, то это будет хуже. Станет хуже тебе. Оно может на все тело дать осадок. Вы поняли, заражение крови будет и все. Поэтому первое, что я вам хочу сказать, вы должны эту сферу вашей жизни беречь. Я не знаю, как вы можете оберегать свою часть жизни, но я знаю, что Писание говорит о нескольких вещах. Псалом 118. Как очистит юноша путь свой? Пишет. Как юноша может очистить свой путь, сохраняя себя по слову твоему? То есть вопрос существует у человечества уже долгое время. Тысячу лет может быть, полторы тысячи лет, две тысячи лет. Давид пишет, как сохранить юноше свой путь? И ответ здесь очень простой. Сохранить он может себя тем, чтобы хранить Божье Слово. Ответ прямо там. Хранить Божье, то есть беречь эту сторону, этой раны через Слово Божье. Как сохранить твою чистоту и праведность только через правильные мысли? Путем сохранения безопасности, дисциплины, такой дистанции между тобой и этой проблемы. Интересно, что Рав Шаул говорит о том, чтобы мы сражались против греха, да? Чтобы мы противостояли греху. Так, нет? Но когда вопрос поднимается о сексуальном грехе, он говорит, братья, у меня один ответ есть. Особенно сексуального греха нужно делать так. И этот грех, ответ Павла не был мужественным. он похож был на труса. Что он сказал? Руки в, ноги в руки и бегом! Если с другими грехами можно постражаться, защищать себя, как бы быть в форме, то когда приходит этот грех, мое самое лучшее, вам совет, самый лучший совет это, бегите, бегите, держите расстояние далеко от этого чувства. Он говорит, держите дистанцию, и чтобы сохранить себя, нужно иметь дистанцию. Вот этот момент очень важный. Я не знаю, как вы делаете свою дистанцию между похотью секса и между вами, но я сделал нечто в своей жизни. Я пытаюсь никогда не давать комплименты женщинам у кассы, женщинам, которые в магазине. Я никогда не даю комплименты даже официантам, которые обслуживают в ресторане. Я себе сказал, я этого делать не буду. Я держу свой язык зубами. Можно ли делать комплимент? Конечно же можно. Но когда ты начинаешь это делать и позволять себе говорить больше, чем просто сказать спасибо, это было хорошо, я доволен вашим сервисом, вы говорите, да, вы неплохо выглядите, у вас хорошая прическа, вы даете возможность своей фантазии развиваться дальше и увлекать себя этой похотью, потому что похоть за чашей рождает грех, а грех смерть. Я никогда не ставлю пароль на свои компьютеры, я никогда не ставлю пароль на свои компьютеры, и причина этому есть очень простая, к нему могут подойти к любой, моя жена может взять, мои дети могут взять, они могут полазить по моим страницам, и поэтому я хочу себя притормозить, понимаете, я не ставлю пароли на свои компьютеры, я не заказываю кабельного телевидения, потому что там всегда есть что-то, что посмотреть, у меня есть спутниковое телевидение, которое я заказал, мне поставили, я попросил сразу ребят, которые устанавливали все, что касается любой рекламы, любого извращения, как бы программ, удалить мне нужно новости и христианский канал, удалено, я никогда не подписываюсь под газеты и журналы, я не все в сетях, вы меня не найдете все в сетях, послушайте, это лично моя дистанция, вы скажете, ребят, что вы такой слабый, что не можете противостоять этим всем искушениям, я скажу, я умный, искушение ходит, извините, похот ходит здесь с нами по коридору, она здесь ходит с нами на улицах, приходит еще лето и многие знают, что я даже от меня пляж Аркадии, 7 минут ходьбы, я там не бываю, я себе просто поставил дистанцию между моим домом и Аркадией в летнее время через Меринку, вы понимаете, о чем я говорю, поймите, о чем я говорю, я хочу сказать, что я намеренно поставлю дистанцию, потому что я знаю, что такое компьютер, что такое искушение, даже сегодня, если ты ходишь просто по новостям, российским новостям, всегда тебе предлагают что-то там импотенция, противопотенция, что-то вырастить, что-то прорастить и так далее, и услышьте меня, пожалуйста, они существуют, но есть то, что Бог предлагает намного лучше, вы скажете, а вам хорошо, а я с этим борюсь, у меня с этим проблема, сколько раз падал, что мне с этим делать, знаете что, если ты здесь и ты еще борешься, тогда у тебя есть жизнь, если ты борешься и ты находишься в этом месте, у тебя есть проблемы, с которыми ты постоянно приходится сталкиваться, я хочу сказать, ты победитель уже, потому что ты предоставил себя Божьей милости, чтобы он тебя изменил, ты не находишься в шатрах нечестия, ты не находишься среди людей, которые порочат и унижают и всевозможные говорят о церкви и о Боге и обо всех вещах, если ты здесь находишься и борешься с этими вещами, и у тебя есть шанс, что Бог тебя исцелит, исцелит. Многие люди пытаются помочь другим. Если вы находитесь на стороне консультации и к вам приходят люди, которые говорят внутреннее состояние свое, не отворачивайтесь от них. вот это да, а как это было? А что, как это ты видел? да, ты вообще извращенец или извращенка? Эти люди нуждаются не в вашей критике, они нуждаются в исцелении, Божьем исцелении, даже не вашей симпатии, им нужно Божье исцеление, чтобы эту вот рану, которую мы прикрываем, которую мы храним, чтобы она получила исцеление и чтобы не было заражения. По этой причине не нужно делиться в соцсетях ваших о том, что вы услышали от вашего соседа. А может быть еще другое, в этот момент, когда ты консультируешь другого, откройся к своим проблемам, может вы поможете друг другу выйти из них. Люди едут на какие-то энкаунтеры всевозможные, едут на Киев, на гору Моисея получить исцеление знания бесов, проклятия уничтожения и так далее. Но мы внутри себя понимаем, что природа наша, человеческая природа, которой мы с этим были сотворены чувством потребности, мы не сможем избавиться от этого. Я другими словами иногда говорю ребятам, если вы не можете это все пройти, вам не нужно не то что изгнание, вам нужна просто кастрация. Если не можете иметь какие-то вещи, изменения. Когда мы говорим себе не смотри, не включай, не трогай, не читай, мы пытаемся сохранить себе отдалиться, да, но если мы только будем защищаться, то я вам скажу честно, когда ты сильно много говоришь, не трогай, а рука все тянется, да, помните, да, все тянется, тянется, ты говоришь, не трогай, не так, не делай. Даже интересная вещь такая, Ишуа говорит в момент такой, что если тебя искушает твой глаз, но если даже искушает тебя твоя рука, то искусители твоих ты извергни. Ну я честно, я надеюсь, что это не было такое официальное постановление Иисуса, что если ты хочешь, то ты возьми подсекай, повырывай. Я думаю, что это все-таки это самое несказательное, потому что если бы это было буквально это как приказанием, то у нас было бы во всей глобальной церкви Христовой были бы одни циклопы однорукие. Что я понимаю в этом примере, ты должен сделать все возможное своей жизни, чтобы не допустить этого. Не допустить. Делай все. Но если хочешь искушать этот компьютер, разбей его. Он полторы тысячи долларов стоит. Да разбей его. Отключи интернета, отключи от кабельного телевидения. Сделай твоей жизни так, чтобы ты с этим не сталкивался. Держи на расстоянии. Но это защита. Но в каждой защите есть еще и наступление. Следующий пункт, чтобы сойти с этой проблемы, нам нужно стремление вперед. Нам нужна тактика, что нам делать после. Я хочу, я заканчиваю уже, буквально осталось одно место. Эфессианам 4.18 Будучи помрачены в разуме, очуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца, они, дойдя до безумствия, предались распусту, так что делают всякую ничтоту с непотредством. Что имеется в виду? Многие люди, когда спрашивают их, что произошло, что, ну, мне было скучно, делать было нечего, дом и никого, и тут Ивана понесло. Понимаете, да, вот, понесло, куда, ну, куда можно, в ящик понести сразу, сразу тянется искушением, значит, в ночном видении виделось, бездействие, послушайте внимательно, когда мы не трогаем, не прикасаемся, не включаем, мы себе напоминаем, что там что-то есть, к чему мы так сильно стремимся, а нам хочется, скажите, кому не хочется, ну, наверное, кому уже после 90, оно хочется, но если расстояние, чтобы победить и снять себя с крючка, нужно сделать следующее, нужно вовлечь себя в дело, по этой причине, друзья, по этой причине, честно скажу, я служу людям, я не только отделил себя на расстоянии от каких-то вещей, там, выключил, поперемкнул, так далее, открыто все, я заставляю себя служить людям, потому что, когда ты не служишь людям, когда ты не в служении, когда ты не увлечен в молитву, обдумываешь, посижу, подумай, ну а что, без меня обойдутся, без меня-то сделают, вы знаете, что, приходит сатан и говорит, ну, что ты так сидишь без дела? Руки свободные? За мышку раз взялся? Что же, что вы подумали? Не знаю. Суть-то это одна. Тактика защиты и тактика нападения. Самое лучшее нападение, да, защита, но именно вперед идти, себя вовлечь, служение людям, своему призванию и исполнить свое призвание, приложить максимум усилия к тому, чтобы исполнить свое предназначение, вовлечься в жизнь общины, в жизнь перед Богом, людьми, и ты поймешь, что Бог на твоей стороне. Как бы не смущала тебя сегодня похоть, что бы не предлагала тебе сегодня индустрия развлечения, хочу тебе сказать одну вещь. У Бога есть план в твоей жизни. Он хочет исцелить ту рану, которая нанесена была тебе в детстве, потому что все начинается оттуда. Оттуда. Как бы ты не прикрывал свои тылы и не давал обещания, сегодня тебе нужна простая часть это исцеление. Ты предохраняешь свою рану, чтобы Бог ее исцелял, и ты планируешь план атаки для того, чтобы быть всегда в тонусе и быть волей Божьей. Эти два примера помогут вам разобраться с той привычкой греха, которая у многих еще осталась как оно мне нужно, потому что так нужно. Я хочу призвать вас к молитве. Я не буду просить вас, говорить, те, кто имеет проблемы с этим делом, выходите. Я не буду это делать. Сразу все скажут, интересно, интересно, можно интервью? Я попрошу, чтобы вы были открыты пред Богом, а это касается всех сегодня. Однажды мы узнали человека, который уже в возрасте, наш хороший друг, он оставил жену, оставил служение ради той похоти, которая преобладала в его жизни. И мы, когда эта новость пришла к нам, мы с Татьяной сидели просто, плакали с большой болью внутри живота, просто она раздирала нас, потому что мы не могли понять, как такой помазанный человек, такой прославитель, такой человек, который был обводимым Богом, вдруг, внезапно, уже под 50 лишним лет, вдруг он так вот срывается и все это происходит, это какой-то ужас. И Таня звонит своему папе, и плачет, говорит, папа, как, как такое возможно? Михаил Давидович говорит, Таня, ты должна знать, вот этому греху, вот этому греху, как говорится, любви все возрасты покорны, вот этому греху все попадают, все попадают в этот грех. Вопрос силы противостояния, уверенности в том, что то, что ты делаешь сейчас, поможет твоим будущим, ты должен держаться этого. Я уверен, что противостояние, бегает от этого греха, то есть делать дистанцию, мы сможем снять себе этот крючок, войдя во служение, мы сможем предоставить себе возможность Богу исцелять нас. Проблема не самого греха, как вот похоть, и сама похоть, секс. Проблема тем, что мы, как мы с ним дружим. Бог хочет, чтобы эта часть была между мужем и женой. В страсти, в любви, в романтике, открытости. Но если вы, даже будучи женатым, у вас эта проблема, я хочу, чтобы вы заглянули далеко к себе в сердце, когда это произошло. Я вам скажу, я уже сказал, что это произошло, когда у меня было в шестостовом классе. Это чувство, с которым я долгое-долгое время боролся, и по этой причине я сделал дистанцию. 360 дней в году я чувствую себя безопасно. Пять дней в году это там, где приходится противостоять. Противостоять своим глазам, противостоять своим чувствам, своим мыслям. Я тоже человек. Я хочу предоставить вам сегодня выход из этого, чтобы она не стала привычкой нашего бытия. чтобы мы могли спокойно стоять перед Богом и дать Ему отсчет. Я хочу, чтобы вы были победоносны, а не побеждены. Чтобы вы могли помочь друг другу, когда вы падаете. И чтобы эта победа была явна. Вы тогда сможете помочь тысяче людей, человекам, которые в этом проблемы имеют. Вы можете помочь своим подросткам, которые размещают в соцсетях тысячи разных фотографий. Тысячи фотографий. Втайне, потому что думают, никто не узнает, никто не увидит и так далее. Но Библия чутко говорит, нет ничего тайного, чтобы оно не было явно. Не обольщайтесь. Не обольщайтесь. Вчера оно было тайной. Десять лет оно было тайной. Но если ты остаешься в этом грехе, чтобы тебя посмотрели, как ты уже выглядишь. Красиво? Какого размера твоя грудь, твоя талия, какие большие твои мышцы, или как ты не попил свою грудь. Может быть, вы думаете, так бы красота в этом мой папа очень просто сказал, Валик, ты хочешь увидеть красоту? Ну, купи себе этот порнографический журнал, насмотрись на него и поймешь, что все одинаковые. Да, он у меня прямой был человек. Друзья, молодежь, все, все, что вы выставляете в интернете, под кодами, под другими именами, рано или поздно, оно просто откроется. Оно откроется. Я бы не хотел бы слышать, а ты смотрел на его страничку. я не хочу. Я думаю, что ангелов и коды начинаются, когда они видят в невидимом мире интернета все то, что мы говорим, все, что мы показываем, что мы любим, какие мы ставим лайки, это мы еще вместо уже аллилуйя у них а-а-а-а-а-а-ой. И коды начинаются. Потому что мы такие. Если мы думаем, что мы хотим видеть Бога здесь вблизи нас, давайте иметь Бога в том невидимом мире, в котором мы живем, пригласить Его к себе. Он поможет вам. Он хочет дать вам безопасную жизнь с вашим мужем и вашей женой. Доверие вашего мужа и вашей жены. Он хочет, чтобы ваши дети понимали, что вы, как папа, вы честный, благородный, вы настоящий джентльмен, да, такой настоящий герой. Что вы не изменяете своей маме в интернете, в порнографии, в других женщинах, ставить им лайки, какие они там красивые. Они хотят видеть другую семью. И я понимаю, что нам нужно бороться. Но если будем бороться сами, никогда не победим. Позвольте этой ради, которая есть, сохранить ее обезопасить и помазать эту рану Божьим присутствием, Божьим словом и действовать. Участвуйте в прославлении, в театральном, участвуйте в домашних группах, евангелизации, в помощи нашим зависимым, людям, которые далеко, старикам, в больницах, социальным работникам. Помогайте, служите. И Бог, видя ваши добрые дела, Он сможет вам помочь, победить. Он не оставит вас без чувства страсти, но Он ее уравняет своим присутствием. И влюбленность в Него будет с Продолжение следует... 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 Продолжение следует...